Поляна Коапа Сегодня напоминает почтовое отделение Все коаповцы лихорадочно разбирают письма И, конечно, это письма иоников То есть юных биоников Тише, тише Давайте послушаем Кошалот, кажется, собирается их читать Открываю внеочередное заседание коапа Посвященное ответам на письма иоников Коап, коап, коап Дорогой Кошалот, давайте с вами познакомимся Меня зовут... Мартышка, не так ли? А меня Кошалотом Будем знакомы, очень приятно Неужели вы решили, Мартышка, что я забыл ваше имя? Ах, наверное, она ушибла голову И потеряла память Да что это вы все? Ну, неужели непонятно? Как только птица-секретарь прокричала Коап, коап Я сразу начала читать письмо Вот, письмо Галочке Маркиной Из поселка Хвощов Горьковской области Вот оно, пожалуйста Так, дорогой Кошалот Давайте с вами познакомимся Меня зовут Галя А, теперь понятно Извини, Галочка Я очень рад этому знакомству Итак, так, слушайте дальше Я не знаю, кто такой коап Во всех ваших передачах я слышу это слово Что это такое? Или кто это такой коап? Разрешите, разрешите Я попробую объяснить это Гале Пожалуйста, Гепард, пожалуйста Так, известно, что название нашей организации очень длинное Комитет охраны авторских прав природы Если от каждого из этих пяти слов взять только первую букву То и получится сокращенное название нашего комитета Коап Коап, коап А председатель коапа наш незабвенный Простите, несравненный Кошалот А секретарь? Птица-секретарь Члены коапа Человек Сова Стрекоза Рак Гепард И, наконец, собственные корреспонденты коапа На суше мартышка, то есть я А на море рыба-удильщик Кстати, а где он? Удильщик отправился за дельфином Мы должны начать сегодня с ответов на письма о дельфинах Вот, вот полюбуйтесь Ой, ой, какая огромная пачка Давайте-ка посмотрим, кто же нам пишет А, первоклассница Мариночка Решетилова из Красноярска Так, дорогой Кошалот, мне очень хочется знать, есть ли у дельфинов уши? Так, а теперь Юра Сумцов из Сумской области спрашивает, слышит ли дельфин и хорошо ли он слышит? Так, а вот это, вот это письмо москвича Саши Морозова Я очень вас прошу, расскажите про дельфинов Они мне очень нравятся Когда их показывают по телевизору, меня не оторвать от него Надеюсь, мартышка, мне удастся оторвать вас от писем хотя бы на минутку Ну, другие члены коапа тоже хотят читать письма Саша и Люда Анциферовы из Бурят-Монголии просят подробно рассказать о дельфине И Верочка Темнова из города Некоростышева интересуется им А Таня Киселева из города Спас-Деменска целый вопросник прислала Как? Почему? Что? Когда? Зачем? Ну, и популярность у дельфина, завидуешь А вот, вот, посмотрите-ка, смотрите Ученик школы-интерната Сережа Виншин Смотрите-ка, он нарисовал портрет дельфина Я слышал, пишет Сережа, что дельфины очень умные животные И не раз спасали тонущих людей Расскажите о них подробно А, вот, вот, смотрите-ка, письмо юных сибиряков Из Читинской области пишет четвертый класс в полном составе Сегодня в классе было много споров Помогите нам разобраться, правда ли, что дельфины говорили по радио Слышите? Дельфины-то уже выступают по радио? Ребята, вероятно, имеют в виду передачу Во время которой демонстрировались записанные на пленку голоса дельфинов Надеюсь, теперь вы понимаете, почему я решил начать заседание с рассказа о дельфинах Да, а вот, глядите-ка, Любочка, Любочка Наргуреева Из Ангарска, из Саша Маланич, из города Ивано-Франковска Интересуются, косатка, а? А ведь она тоже из семьи дельфинов А, слушайте, а можете вызвать ее сейчас, да? Слушай, нет, 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 ни в коем случае, Сова, ни в коем случае Вы сорвете мне мероприятие Да какое, какое такое мероприятие? Да ты говори толком Да это встречу с дельфином Вот молодец, дельщик Дельфин действительно замечательное животное Дельфины очень дружелюбно относятся к людям Было много случаев, когда они подплывали к упавшимся ребятам И играли с ними Катали их на спине Спасали тонущих людей Подолгу сопровождали корабли и лодки Защищали потерпевших кораблекрушения от акул Помогали рыбакам загонять в сети рыбу Из всех живых существ на земле У дельфина самый сложный мозг А весит он почти столько же, сколько человеческий Дельфинов необычайно легко обучить довольно сложным действиям Так, например, дельфин Таффи Доставлял почту членам американской подводной лаборатории Силеп-2 Помогал им ориентироваться на большой глубине А в случае опасности готов был дать спасательный трос Да-да, представьте себе Таффи жил в море свободно Мог плыть куда хочет Но он не покидал людей В будущем дельфины станут верными помощниками людей Они будут пасти косяки рыб С их помощью ученые смогут быстрее и лучше исследовать океан Удильщик, а и дельфин сразу согласился при его занятости Он согласился только потому, что просьба исходила от вас Мой несравненный председатель Но дельфин поставил ряд условий Во-первых, торжественные встречи, приветственная речь Во-вторых, о письмах иоников ни слова Дельфин просил мне сообщать своего адреса Его и так завалили письмами Правда, отвечают на них люди Его ученые-секретари, которые работают в лаборатории И, наконец, в-третьих Сова, вы слышите? А ну? Здесь не должно быть косаток Да почему это? Молчите, сова! Ох уж! Молчите! Он уже здесь! Прошу вас, дорогой профессор Прошу вас, рады вас приветствовать Глубоко уважаемый дельфин Разрешите мне от имени меня лично Называйте меня просто Афалина Надеюсь, среди присутствующих нет косатки Мне было бы неприятно ее видеть Нет, нет, нет Да чем же это тебе косатка-то помешать? Почему вы произносите косатка? Косатка, ко От слова коса Спинной плавник косатки Высотой он бывает до полутора метров Напоминает по форме косу Чем она помешает? Дело в том, что товарищеский суд дельфинов Решил объявить ей бойкот За нетактичное поведение А можно полюбопытствовать В чем оно заключалось? Видите ли, большинство дельфинов Питается рыбой В том числе мы, Афалины Белобочки, самые маленькие, меньше метра Морские свиньи И большие гринды белухи Есть, впрочем, один дельфин Вегетарианец Он ест водоросли А вот косатка Уничтожают тюлени Моржей, котиков, пингвинов Ее жертвами становятся даже усатые киты И главное Она съедает множество дельфинов А это уже, согласитесь, бестакно Питаться своими родственниками Да, но ведь На людей косатки не нападают даже в море А оказавшись в океанариуме Эти разбойницы становятся кроткими, как овечки Они позволяют кормить себя из рук И ездить на себе верхом Непостижимо Послушайте, это совершенно непостижимо Да Дельфина старается поближе познакомиться с людьми Мы выяснили, что люди общаются между собой Очень низкими и медленными звуками И мы предполагаем, что эти звуки несут определенную информацию Некоторые звуки мы даже научились произносить Но пока еще не расшифровали их смысла Мы тоже передаем друг другу сообщения с помощью звуков Серии коротких свистов Различной громкости, длительности и частоты Причем частота возрастает от начала сигнала к его концу Вот так Да, да, да А вы знаете, дорогой дельфин, что и люди для разговора в горах на больших расстояниях Пользуются языком свиста О, и у вас есть язык свиста? Да, его называют языком сильбо Недавно ученые обнаружили, что характер ваших сигналов Очень напоминает этот язык Некоторые предполагают даже, что принципы передачи информации в обоих языках одинаковы Или очень близки Сейчас решено тщательно изучить язык сильбо О, если когда-нибудь мы установим общий язык То сумеем поделиться с вами своими техническими секретами И тогда вы, как и дельфины, сможете жить в воде Безусловно, дорогой дельфин Вы простите меня, человек, но во многом ваше устройство нам кажется несовершенным У вас нет толстого слоя подкожного жира, поэтому вы быстро замерзаете в воде Нет у вас также хвостового плавника Да, чего нет, того нет Что ж поделаешь? Лишены вы и другого важного приспособления Посмотрите, на макушке у меня ноздря Вижу Это дыхало Через него воздух попадает в лёгкие В то же время, если я открываю рот, вода в лёгкие проникнуть не может Пищевод и дыхательные пути разделены Они никогда не сообщаются Дыхало закрыто клапаном Когда я погружаюсь в воду, оно автоматически закрывается У вас всего этого нет, поэтому люди вынуждены жить на суше, где так мало пространства и пищи Большое спасибо, дорогой дельфин Нас действительно очень многое интересует, например, устройство вашего гидролокатора Но у вас есть свои, правда они такие огромные Видите ли в чём дело, беда не в том, что огромные, а в том, что недостаточно надёжные С помощью своего гидролокатора мы можем лишь указать, далеко ли находится предмет Большой он или маленький Но что это за предмет, не знаем А вы, дельфины, словно видите с помощью ультразвука Да, 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 вы правы Хотите, я продемонстрирую свой гидролокатор? О, я обожаю показывать, как он работает Пожалуйста, очень вам буду признателен Кошелот, замутите, пожалуйста, воду Пожалуйста, пожалуйста Так, завяжите мне глаза Давайте я завяжу Крепче Вот здесь, да? Еще крепче Вот так, хорошо? Так, теперь пошлите стрекозу Пусть тихонько опустит что-нибудь в воду Метров за пятьдесят Ага, это ракушка Она пустая Стрекоза ее опустила возле катера Верно? Потрясающе! Друзья, со временем мы надеемся построить такой же совершенный гидролокатор Но вот что меня занимает Ведь звук в море отражается не только от предмета, который надо обнаружить, но и от поверхности моря и от пузырьков воздуха Такое многократное эхо наши ученые называют реверберацией Она сильно мешает работе наших гидроакустических приборов А вот вы даже в мутной воде, даже ночью без помощи зрения ориентируетесь так, словно звуковых помех не существует Впрочем, признайтесь, дорогой дельфин, вы и сами, наверное, не очень хорошо понимаете, как это у вас получается Признаюсь, охотно признаюсь Не знаю Может быть, дело в устройстве моих органов слуха А где у тебя уши-то, а? Что-то я их не вижу Уж на что уж я глазастая Ушных раковин у меня нет Как и у всех китов Впрочем, однажды я видел горбатого кита Его также называют длинноруким У которого были настоящие ушные раковины Видимо, у наших предков были ушные раковины А сейчас посмотрите внимательно позади глаз Там такие малюсенькие дырочки, чуть заметнее Да, это ушные отверстия За ними тонкие изогнутые трубочки Они ведут к внутреннему уху О, я слишком задержался, извините Я вас покидаю Меня ждут мои научные сотрудники До свидания До свидания Какой он душка Ну, такой симпатичный Симпатичный и такой простой И то животное, которое я пригласила Тоже симпатичное Что это за странное насекомое С толстыми передними лапами? Что это? Это, милый рак Медведка-медведочка Что-то я не припомню вопросов О медведке Разрешите, приказа Я взгляну на эти письма Разрешите, разрешите Так Первый от Валюши Лосенковой Из Воронежской области Так, так, так Здравствуйте, дорогой председатель Коапа Я живу в деревне Меня зовут Валя Мне 6 лет Я хочу узнать Почему белый медведь не спит А белая медведица спит Так, отлично, отлично Ну что ж, читаю второе письмо От Саши Курбатовой Из города Гусь Хрустальный Расскажите, пишет Саша Расскажите, пожалуйста Про жизнь белых медведей Чем они питаются Умеют ли плавать И как они относятся к людям Стыдитесь, стрекоза Вместо белого медведя Пригласить насекомое Черную медведку Замолчите, мартышка Вы-то сами вызвали кого-нибудь Конечно Вот, вот Письмо москвича Гриша Ковалева Он спрашивает Какой самый крупный сухопутный хищник Я, разумеется, сразу обратилась К царю звелей, льву Ай-яй-яй-яй, мартышка Так значит, самый крупный хищник По-вашему, лев А кто же? Но ведь длина его Самая большая 2 метра А вес 250 килограммов Тогда как белый медведь Достигает в длину 3 метров И весит до 800 килограммов Так какой хищник крупнее? Я, я, мама Мартышка, мартышка Отвечайте немедленно Дорогой кошелок Вы раздражительны Потому что не занимаетесь туризмом Туризм укрепляет нервную систему О, белый медведь Как прекрасно Как вы вовремя пришли Как вовремя А на ваше имя, вы знаете, есть письма Письма? Да Это прекрасно Я никогда не получал письм Потому что у меня нет постоянного адреса Я бродяга по натуре Не понимаю, как это можно долго сидеть на одном месте Умрешь с тоски А вот когда путешествуешь, что дает нам туризм, здоровье и оптимизм? Что дает нам туризм, здоровье и оптимизм? Слушайте, друзья мои, это блестяще, это блестяще. А что это у вас, туристские проспекты и карта? Посмотрите-ка, посмотрите-ка, вот, например, маршрут. Остров Врангеля, Северный полюс, Гренландское море, затем на север, вдоль восточного побережья Гренландии. Посмотрите, посмотрите, минутку, минутку. Советы начинающим туристам, любопытно. Путешествие в комфортабельной каюте, в купе или кресле воздушного лайнера, это не туризм. Двигайтесь как можно больше, добирайтесь до цели пешком, вплавь и на попутных льдинах. Прекрасно вплавь. Даже люди, даже люди теперь на попутных льдинах путешествуют. У них это дрейфующими станциями называется. Но все-таки лучше вплавь. Иной раз по свободной воде десятки километров плывешь. Великолепно. А не тяжеловато со всем туристским снаряжением, а? Впрочем, вы здесь вот советуете ничего не брать. Идите налегке. Не тащите с собой ни рюкзака, ни палатки, ничего, кроме спального мешка. Попробуйте-ка достать хороший спальный мешок. Да его и самому-то несложно сделать. Вот смотрите у меня. Сверху густой мех, а под кожей слой сала. Можете ложиться на снег и спать. Не замерзните. Чудесно. А как же вот идти без продуктов? А на подножном корму рыбы в океане завались. Ловить ее несложно. Нужно только уметь хорошо плавать под водой. Рыбная ловля. Это страсть моя. Однажды я поймал вот такую рыбину. Простите, уважаемый Мишенька. По-моему, вы немного преувеличиваете. Уверяю вас, дорогой человек, однажды я поймал вот такую рыбку. Это другое дело. Простите меня, что я перебиваю вас, уважаемый белый медведь. Но вот тут у вас сказано, компас брать не рекомендуется. В верхних широтах он бесполезен. А как же тогда находить дорогу? А полагайтесь на инстинкт-удильщик. Никто не знает, что такое инстинкт. Но от компаса в Арктике мало проку. Инстинкт вам поможет найти дорогу. Прекрасно! Прекрасные стихи, великолепно! Я что, а вот как жена моя осенью островок свой маленький находит, когда пора в берлогу ложиться, уму непостижимо. Да, друзья, действительно, это просто невероятно, это поразительно. Подумать только, бескрайние ледяные поля, никаких ориентиров, льдины движутся, мрак полярной ночи кругом, метели беспрерывные, низги не видать. А белая медведица безошибочно находит свой крохотный гористый островок, где раз в три года у нее появляются медвежата, и где она сама когда-то родилась. Да, пожалуй, из всех животных самая удивительная навигация, если можно так выразиться, у белой медведицы. Она у меня молодец. Одно слово, туристка. Вот правда, побродить ей только с весны до осени удается, но и берлогу она по-туристски делает. Выкопает небольшую ямку на подветренном склоне горы и ложится. Остальное пурга достроит, занесет ее снегом. Тут она обминает снег изнутри спиной и боками. Все, комната готова. Два метра в длину, полтора в высоту. Потолок в метр толщиной. Прочный, но свет пропускает. А чистота-то какая! В январе или феврале Медвежата родятся. Обычно двое. Слепые, крошечные, ну не больше котенка. Тот медведица впервые на улицу выходит. Для этого потолок, конечно, проламывает. Растут медвежата не по дням, а по часам. И месяца через полтора отправляется с ними медведица в турпоход. До Северного полюса доходит. А ведь медвежата еще грудные. Они больше года молоком матери кормятся. И меня тоже мать настоящим туристом воспитала. Туризм это здорово! А что же это вы ходите-то, Паврось? Ты сам по себе жена с детишками, сама по себе. Скучно чай одному-то бродить. А я не всегда один, Сова. Иногда со мной в поход песцы идут. Правда, не по всему маршруту. Но с тысячонку километров топаем вместе. Ну, я, конечно, делюсь с ними обедом. Да, да, да. Вот именно. Ради остатков с вашего стола песцы вас и сопровождают, дорогой Миша. Наши полярники встречали песцов в километрах в 150 от Северного полюса. Но даже когда я один, мне никогда не скучно. Я ведь кроме спортивного рыболовства занимаюсь в походе еще одним видом спорта. Знаете ли вы, что рыба, нерпа и туризм укрепляют организм? Скажите, милый Миша, неужели действительно укрепляют? А еще как! Ловить нерпу можно тремя способами. Если лед сплошной, надо лечь у нерпчей лунки и замереть. Не забудьте только нос лапой прикрыть, а то он черный, на снегу видно. Час лежишь, два, а то и три. Рано или поздно нерпа вынырнет из лунки. Тогда делаешь выпад лапой вперед и вниз. А можно еще вот как. Летом с вершины тороса высмотришь нерпу. Она на льду нежится. Тихо-тихо подкрадываешься к ней, потом большой прыжок в длину и... Замечательно! А если перед льдиной с нерпой полынья, надо подбираться к ней в плавь, погрузившись в воду. Но тут опять черный нос помешать может. Поэтому впереди желательно маленькую льдинку толкать для маскировки. Полярный туризм вырабатывает любознательность, общительность и добродушие. Великолепно, друзья мои! Это великолепно! Вы только послушайте! Полярный туризм вырабатывает любознательность, общительность и добродушие. Вы потрясаете! Да, друзья, в отношении белых медведей эти слова действительно справедливы. Один из наших полярников, спускаясь однажды на лыжах с горы, провалился в берлогу, где лежала белая медведица с медвежатами. Очнувшись, он почувствовал на лице ее дыхание. Но она его не тронула, и человек благополучно выбрался из берлоги. Даже раненый белый медведь не нападает на человека. К счастью, стрелять теперь в белых медведей никто не будет. Охота на них запрещена законом. Да, попробовал кто-нибудь из людей провалиться в берлогу к бурой медведице или встретиться с ее раненым супругом, даже если он был ранен много лет назад. Бурые медведи невероятно долго помнят обиду. А знаете, почему у них характер такой? Потому что они не занимаются туризмом. Да, разве это отдых, всю зиму спать? Зимой в лесу снабжение плохое. Я его приглашал к нам в Арктику. Так нет, куда там? Там хозяйство ему, видишь ли, жаль бросить. Участок у него в лесу. И дрожит он над своим этим участком. Деревья на границе когтями метит. Не дай бог, другой медведь забредет, сюда скандал устроит. Даже родные дети, маленькие еще, прошлогодние. И те не смеют на территорию матери-медведицы заходить. Вот если бы бурые медведи занимались бы туризмом, они стали бы совсем другими, добрыми, щедрыми, отзывчивыми. Коаповцы, коаповцы, все как один записываемся в секцию полярного туризма. Закрываю, закрываю заседание коапа. Коап, коап, я полагаю, коллега, нам тоже следует пойти в турпоход. Только вот куда? Ну, надеюсь, маршрут нам подскажут заядлые туристы-юоники в своих письмах по адресу Москва, радио, детская редакция, коап. Коап, гранд? Сemi-ку гранд? Продолжение следует...